Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как перевести морской аквариум. Бывает, что такая необходимость случается. Допустим, у вас изменились планы и на то место, в котором стоит аквариум, теперь претендует диван или шкаф или что-то еще. Аквариум необходимо передвинуть на несколько метров в сторону, а возможно даже в другую комнату. Возможен ли такой маневр без угрозы для жизни обитателей? Да, такой переезд возможен и главное в этом деле подготовка. Давайте пройдемся по списку того, что понадобится. Для того, чтобы все прошло гладко, понадобятся ведра, тазы, большая емкость для воды, размер емкости зависит от размера аквариума, малопроизводительные помпы течения, аэраторы, грелки и 30 литров свежезасоленной воды. Первым делом надо подготовить то место, куда будет установлен аквариум. Если светильник подвесной, то кронштейны и тросы для светильника нужно установить до переезда. Это избавит вас от жонглирования дрилю над аквариумом, а также на аквариумы в труднодоступные места не попадет бетонная пыль. После того, как светильник установлен и вы готовы начать, первым делом вы должны отключить возвратную помпу, остановить все оборудование, расположенное в сампе, вынуть все оборудование из него, слить воду из отсеков, вынуть самп из тумбы, затем наполнить тазы и ведра водой из аквариума. Затем вы должны вынуть из аквариума все кораллы и камни. Камни и кораллы надо разместить в ведрах и тазах, заранее заполненных водой. Включить в тазах маломощные помпы течения и грелки, затем сливать в большую емкость воду из аквариума. Когда уровень воды в аквариуме опустится до половины, параллельно начинайте вылавливать рыбу, креветок, улиток и все до чего можете достать. Делайте это максимально аккуратно, чтобы не задевать грунт. Если у вас не получается, остановитесь и подождите, пока вода в аквариум не сольется до того уровня, когда рыбе будет уже проблематично уворачиваться от сачка. Выловленную рыбу надо разместить в ведрах и включить аэраторы и грелки. То же самое надо проделать с моллюсками и улитками и тому подобной женностью. После того, как все животные размещены по тазам и в аквариуме остался только грунт и вода, воды, кстати говоря, нужно оставить такой уровень, чтобы он слегка скрывал грунт, расположенный в аквариуме. Вы можете начинать аккуратно двигать аквариум. После установки аквариума на новое место, первым делом вы начинаете параллельно заливать воду из большой емкости в аквариум и возвращать в аквариум камни. Воду нужно заливать аккуратно для того, чтобы не размыть грунт, расположенный на дне аквариума и не намутить воду. Есть несколько вариантов безопасного залива воды. Разумеется, какая-то часть грунта все равно размоется, но это будет минимальная грязь. Для того, чтобы грунт размывался минимальным, можно положить на дно тарелку и наливать воду на нее. Одеть на шланг губку, тряпку или какой-то другой ограничитель потока. Наливать воду в аквариум по стеклу. Самый лучший вариант, это все три варианта сразу. Залив воду и вернув на место камни, приступайте к следующему этапу, возвращение кораллов на место. Хочу заметить, что в этот момент камни и кораллы должны быть размещены в аквариуме хаотично, потому что времени на постройку красивых горок и выбора места получше для кораллов нет. Помните о том, что у вас еще рыба в тазах и разобранный самп. Запустив всю рыбу и тем самым закончив возвращать все, что было в аквариуме обратно из тазов на место, включайте помпу течением. На минимальных оборотах. Если помпа не регулируется, то включите только одну помпу и приступайте к установке и сбору сампа. После того, как все оборудование в сампе установлено, сливайте всю воду из тазов обратно в самп. И вот тут как раз пригодятся те самые 30 литров свежезасоленной воды, которую вы приготовили заранее. Потому что обязательно случится то, что часть воды будет либо разлита, либо испорчена в процессе переезда и возможность возвращать ее в аквариум будет нецелесообразна. Залив воду в самп, включайте все оборудование и оставляйте систему спокойно отдыхать и восстанавливаться. Лично я советую 2-3 дня без особой надпости в аквариум не лазить. Дайте системе стабилизироваться после переезда и уже потом спокойно сложите камни в красивые горки и разместите кораллы как можно эффективнее. Тогда переезд у вас получится без потерь и без проблем. Если брать аквариум 250-300 литров, то в одиночку на переезд такой системы вы потратите 3-5 часов. При условии, что вы все подготовили и сделали все правильно с живностью, за этот период ничего не случится. А вот вы сами лично будете выжаты, как лимон и это нормальное явление, поэтому даже не пытайтесь в этот же день навести в аквариуме красоту. По такой же технологии аквариум можно перевести на более длинную дистанцию. Конечно же это уже совсем другая история и в таком деле будет больше сложностей. Во-первых, однозначно не стоит заниматься этим в одиночку. Во-вторых, для перевозки живности потребуется грамотная упаковка. В-третьих, чтобы избежать переохлаждения всего того, что осталось в аквариуме в грунте, лучше выбрать для переезда летнее время года. Ну и так далее и тому подобное. Вот собственно и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Выпуск подготовлен специально для новичков и сообщества Морской рифовый аквариум. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. А также вступайте в нашу группу вконтакте, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в инстаграм, учитесь и получайте удовольствие от процесса. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok